Хочу сказать, народ, пожалуйста, не ведитесь, потому что мы можем только, сплотившись с народом, поменять всю макушку власти. Ни одна диктаторская страна, президенты, где руководит диктатура, не зарегистрируют официально-демократическую партию, которая идет против государства. Это немыслимо, тем более при нынешней власти. Вот Ирхолон позавчера сделал заявление, что если вдруг зарегистрируют официально партию, то он выйдет. Значит, он не хочет снова попасться на этот дежавю, который был при посадочнике. Значит, он уже знает, что сила сейчас идет в народе и в единстве. И то, что если вдруг их зарегистрируют весной, то это будет снова разоблачение. И нас снова будут обманывать и водить за нос. Им дадут место в парламенте, они будут сидеть и греть свои места. Но все, все, что это было сказано и сейчас проводится, агитационная работа, это будет работа только на бумаге. Ничего, этим мы не докажем и не решим. Так что, пожалуйста, я хочу вас призвать всех объединиться, выходить на улицы и поддерживать. Мне очень обидно сейчас на нашу молодежь, которую в институтах, колледжах запугивают. У меня у детей обед в школе стоит 500 тенге каждый день на одного ребенка. Хотя, только я говорил, что обед будет у детей бесплатно. Хорошо. Где обещания? Мы глотаем только обещания. Прекратите, пожалуйста. Тот же Жамбулат Мамай, та же Инда Иманбай, тот же Жукеев. Они все идут к клавоту на Занбаево. Пожалуйста, если вы хотите настоящую демократию, выходите на улицу. Вот сейчас у нас был вопрос об экстрадиции Жанары Боти. Где наша демократическая партия, которая себя заявляет демократикой, почему никто из них не вышел на защиту? Позавчера была пресс-конференция у Жамбулата Мамая, где он говорил о якобы давлении его сторонников. Психологическом давлении. Но почему не освещается то, что настоящих сторонников демократии пачками каждый день подвергают административным арестам штрафам, дают реальные сроки? Так тоже нельзя. Вот вы сейчас сами себя топите. И я хочу сказать, люди, которые поддерживают ДПК, пожалуйста, откройте глаза, очнитесь и выходите на улицу. Тот же Жукеев, он никогда против Ельбаса нашего не говорил. Так что в этом нет никакой демократии. Если вы хотите истинно объединиться, пожалуйста, студенты, работники, ничего не страшно. Да, вообще партия, выходите. Не страшно отсидеть строк, страшно молчать и не говорить. Спасибо. ДИКТАТУРАНЫ 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 В парламенте не было никакого демократия, не было никакого демократия. В то время Косанове было второе место, и они должны знать, в том числе, по-настоящему, в частности, мастер-классов, для того, чтобы все чаты были читать, поставить к их начальству, чтобы они не рассказывать. Я даже не знаю, как они пишут по разновидам, что они пишут, что я делаю на кашей, а вот когда они пишут, я не знаю, как они пишут, если они пишут, В Антарконе нет аргумент, Академия Мы не знаем, что Натальяя по себе. Мы не знаем, что не связаны дома. Послушаю, что мы не можем найти в Китане на поле и светилпельно. Поэтому мы не можем найти дома. Деньги мы выглядим. Мы начинаем отправлено с машинами. и в итоге, в ваших ютубах, по-разному, безAtme, они расходятся на английский язык. Но они учатся в это время, что мы не будем заниматься. Мы помним, что мы сейчас будем делать недели. Это обычный момент, если, надо знать всех, если вы не будете темы, если вы не знаете медицинские, Казахстан Продолжение следует... 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 Продолжение следует...